Добро пожаловать на мой канал! Я надеюсь, цели у вас свои индивидуальные, конкретные, актуальные, измеримые, какие там у вас еще должны быть достижимые и привязанные по времени. Ну, а как дополнительные бонусы можно научиться чему-то новенькому, кстати, на пути к вашим целям в том числе. Поэтому сегодня мой топ тому, чему можно научиться. Первое это учись учиться. Например, такие техники о том, как запоминать или как вспоминать, очень полезные о том, как лучше изучать материалы. Любые техники, которые помогают вам учиться, очень помогут в будущем. Номер два. Учи языки. Если вы уже говорите на 10 языках, выучите какой-нибудь 11, или если вы не говорите ни на каком, кроме родного русского языка, то выучите какой-нибудь второй новый язык. Это поможет работать вашему мозгу лучше. Сможете узнать больше всего нового и интересного. Например, вы сможете читать книги в оригинале, художественные или даже какие-нибудь научно-популярные. Номер три. Научиться писать. Это кажется странным, но тем не менее, многие из нас не имеют красивого, аккуратного почерка. Их записи непонятно, на что похожи. Ну, а если мы будем очень красиво писать, как минимум, наши тетрадки, наши блокноты станут лучше. И люди, которым мы будем оставлять записки по утрам, будут хотя бы понимать о том, что мы им там пишем. Номер четыре. Научиться водить машину. Прямо сегодня или завтра сможете пойти на курсы для получения водительского удостоверения. И, собственно, заодно научитесь водить. Это поможет вам быстрее передвигаться. Ну, к тому же, что-то новенькое и интересное. Номер пять. Научиться готовить. Очень полезный навык, потому что некоторые не могут даже сварить картошку или макароны. Разваривают их до состояния однородного куска теста. Ну, а вы можете научиться готовить и радовать всю вашу семью вкусными и полезными блюдами. Номер шесть. Научиться подтягиваться. Это сделает всю вашу верхнюю часть тел намного крепче и сильнее. Руки, бицепсы, трицепсы, грудь, плечи, трапеция. Все, даже пресс отчасти станет сильнее и крепче. А тому же, вы станете более уверенным в себе. Номер семь. Научиться фотографировать на ручном режиме. Перестать использовать автоматическую вспышку, которая постоянно делает блестящим лоб и добавляет вам красный глаз. И меняет освещение в помещении. Вы сможете сделать более красивые фотографии. У вас появятся фотографии с разбытым фоном. И вы начнете себе намного больше нравиться. Еще фотографии станут четче и красивее. Ну и в принципе номер восемь. Можно научиться фотографировать. Потому что такие вещи, как там правила золотого сечения, чтобы его нарушать правила, нужно его для начала знать. Номер девять. То есть, что есть и как есть. Изучить состав еды. Узнать, что такое белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Где их брать, в каких количествах. И вообще, как правильно питаться, чтобы быть здоровыми, красивыми и энергичными. Номер десять. Это скорочтение. Чем быстрее вы читаете, тем больше вы сможете читать. Ну, а если учесть, что скорочтение, любой курс по скорочтению всегда идет в комплекте с умением запоминать. Вам это поможет в дальнейшем не просто быстро читать книги, но и как можно больше полезной информации из них усваивать. Номер одиннадцать. Как говорить на людях. Как научиться публичным выступлениям. Перестать бояться окружающих и научиться говорить не только в кругу своей семьи, да, когда два-три человека на кухне за чашечкой чая. Но и когда в зале, в кабинете там 10 человек, 15, а то и может быть целая аудитория. Номер тринадцать. Научиться писать стихи или хотя бы учить стихи. Если вы не умеете сегодня, еще не умеете, или вам кажется, что вы не умеете писать стихи, начните их учить. Когда вы будете учить по одному стихотворению в месяц, или там, ой, нет, это слишком мало, по одному стихотворению в день или в неделю, или хотя бы учить одно стихотворение в неделю, но при этом каждый день читать стихи, через полгодика вы точно сможете уже их писать. Номер тринадцать. Ввести бюджет. Считать, сколько вы тратите и сколько вы зарабатываете денег, чтобы вам потом стать богаче, чтобы вы понимали, что у вас достаточно денег для осуществления каких-то ваших целей, и не нужно было покупать машины в кредит. И вы знали, как и куда правильно вкладывать деньги. Заодно, сколько вы экономите. Не зря говорят, что богатый человек не тот, у которого много зарабатывает, а тот, у которого много остается. Номер пятнадцать. Вставать рано. Прекратите спать до десяти часов утра, или хотя это уже до десяти часов дня, потому что утро начинается вместе с восходным солнышком. И чем ближе к лету, тем длиннее становятся дни. Поэтому вставать рано, это очень полезная, хорошая привычка, потому что до работы вы сможете сделать огромное количество всяких интересных, полезных дел, именно нужных для вас. Номер шестнадцать. Научиться минимализму. Минимализму во всем. В одежде, в еде. Ну, я не имею в виду здесь в еде, что вы должны есть теперь только макароны, картошку и иногда есть там творог или пить молоко. Нет, минимализму в смысле готовить более простые блюда, они будут лучше усваиваться. Не двадцать пять ингредиентов на приготовление блюда, из которых нужно потратить два или полтора часа своего времени, а сделать из пяти полезных, хороших там фруктов, ягод, там, овощей, семечек, орешков или там еще злаковых, да, из шести ингредиентов. Сделать отличный смузи, который зарядит вас энергией. Номер семнадцать. Попробовать вегетарианство или веганство, если вы вегетарианец. Просто так, из любопытства, хотя бы пять дней в неделю, ну, то есть рабочую неделю, пускай вы будете антивеган или антивегетарианец на выходных, а в течение рабочей недели вы будете есть только растительную пищу или пищу за исключением мясных и рыбных продуктов, только молочку, яйца, например, или хотя бы для начала попробовать стать веганом на выходных. Номер семнадцать. Начать медитировать. Медитация поможет вам в дальнейшем концентрироваться на задачах и исключить из своей жизни мульти-мульти-мульти-задачности. И вам не придется делать 20 дел сразу. Ваш мозг сможет быть направлен в одном направлении. О, да, направлен в одном направлении. Номер девятнадцать. Научиться рисовать. Это очень полезный, интересный навык, очень хорошо расслабляет мозг. Если вы пока не умеете рисовать что-то, самостоятельно рисовать портреты или перерисовывать, не знаю, даже букет с цветами, то существуют картины, где рисуют по цветам, там есть отдельные краски, там все написано. Вам нужно просто рисовать. И это очень сильно разгружает мозг, помогает вам расслабиться, отвлечься от всего, что вас окружает, может быть негативного, даже позитивного. Вы просто переключаетесь от своего рода активной медитации. Научиться слепу. Метод слепой печати. Очень полезный навык, потому что думаем мы намного быстрее, чем печатаем. И зачастую из-за того, что печатаем очень медленно, многие печатают одним пальцем. Я думаю, вы видели таких людей, если сами к ним не относитесь. Намного быстрее, раз там в 5-10, можно намного больше и всего быстрее написать. Соответственно, увеличить свою производительность труда. Начать заниматься йогой. Это своего рода активная медитация. Это йога, это не только выполнение различных асан и движений. Йога это возможность уйти от окружающего мира, настроить свое дыхание, настроить свой мозг и ум в определенную волну, оздоровить свое тело. К тому же это просто приятно и доставляет удовольствие. Это 21 вещь, которой можно научиться. По-моему, 21 была. Но которой можно научиться в 2017 году. Свои идеи, чему стоит или можно еще научиться в новом году и вообще в жизни, не обязательно в 2017. Обязательно указывайте внизу в комментариях. Я буду рада почитать. Возможно, для себя почерпну что-нибудь полезное. Потому что часть этих идей, которые сегодня я озвучила, я уже делать умею. Хотелось бы научиться еще чему-то новенькому.